Всем приветик! Ну что, у нас утро, ну как сказать, утро, время пол-одиннадцатого, ну уже, наверное, одиннадцать. Мы пол-одиннадцатого, все сегодня проснулись. Ничего себе, я в Москве так долго, редко, редко сплю. В основном там в семь, ну в восемь максимум, у меня уже глаза открываются. А тут на свежем воздухе прям сон хороший. Вот, а еще у нас, Ирина, меня сегодня сестра обрадовала с утра, что кошка начинает рожать. Ну как начинает, там у меня какие-то выделения, и сегодня и завтра родит. Ну, я надеюсь, что сегодня, потому что я как уже сказала, что они все уезжают сегодня вечером или завтра утром, уезжают в Москву. Я здесь одна останусь с этой кошкой. И если она будет завтра рожать, я буду рода принимать. Ай, страшно. Ладно, поехали в ногу. Жарище у нас прям с утра. Сегодня обещают 30 градусов, на солнце все 40, наверное. Так что будем продолжать загорать. Давайте поснимаем немножечко огородик, посмотрим, что Ирина тут насажала, сестра. Вот. Ну, он такой небольшой озородик. У них тут это, поле футбольное. Цветочки. Так, вот у них укропчик. Понимаете, какой петру... Ой, укроп какой. Прям ковро. Классно так. А это, наверное, петрушка, я так думаю. Салатик тоже посадила. Немножко надо дополоть. Вот они уедут, буду полоть. Делать нечего будет. Загорать и полоть. Тоже, наверное, петрушка. Так, а вот это, вот это, это мои помидорчики, которые, помните, я выращивала на балконе. Рассаду уже начинает цвести. Теплицы у нее нет, но я специально такие рассаду брала. Ну, и помидоры старалась брать, которые без теплицы можно выращивать. Тут три сорта моих. И еще там какой-то, сколько-то штучек соседкой кто-то отдавал тоже. Вот, так что потом будем пробовать. Вкусные, не вкусные. Тоже цветут. Такие маленькие, а уже цветут. Ничего себе. Вот. Так, и огурчики тоже вот я выращивала. Но огурчики что-то у нее, она говорит, не идут. Вот, а тут вообще огурец вот сломался. Вообще завял. Там почему-то вянут. Знаете, в том году прям у меня все ковром тут было в огурцах. Знаете, которые побольше, там пять штучек или сколько-то. Это, помните, у меня пять штук оставалось на балконе, мы недавно привезли. А вот эти маленькие, это вот что-то не идут, говорят, и все, желтеют. Вот, тут еще капусту она насажала. Не знаю, будут огурцы или нет. Ой, смотрите. А это что, тоже огурец? Наверное, да? А тут уже цветет. Ничего себе. Такой маленький уже цветет. Перчики тоже. Она рассаду вообще почти не выращивала. Ей я отдавала, вот соседи отдают. Перчики, капусту ей тоже отдавали. Так, вот этот лучок надо будет прополоть. Не знаю, буду полоть, наверное. Прополоть. Чесночок, вот ей сказали, говорит. Нужно вот так завязывать, чтобы в луковицу все шло. Вот. Тоже морковка. Это морковка, наверное, я так думала. Ягодок у ней краснеет уже. Много красненьких. Клубнички. Ой, какая красота. Крупная. Капусту тоже насажали. Так, ну и у ней. Вчера косили газон. Муж на нее наругался, что она еще вот здесь насажала. Огородик, говорит. Газон. Портит. А она тут, говорит, я взяла картошку. У меня, говорит, картошка проросла. Одна. Или там две, не знаю. И я, говорит, ее порезала на несколько частей. Одну клубню. И вон взяла, тыкнула просто. И она, говорит, так быстро зашла. Вон ей. Картошки. Я говорю, ну целое поле, говорю теперь. Картошки у тебя. Сук 10, наверное. Может, чуть больше. И тут. Горошек. Горошек. А как вот? Она в газонной траве гла. А она так выдирается плохо, эта газонная трава. У нее такие корни. Это кошмар. Фиг выдерешь. Вот тут кабачки, по-моему. Я вот там цветочки, там немножко газонной травы попала. Там такие корни. Выдирается прям с комками земли. Вот мне кажется, если вывезти потом эту газонную траву, захочешь, да, там что-то огород посажешь. Мне кажется, так трудно будет. Зато мне понравилась она. Вообще, я не люблю скошенную траву. Обычную, да. Она, когда ходишь по ней босиком, она колючая. А вот эта вот, она прям такая мягенькая-мягенькая. Классная. Штабки тут бросил. Все, сестра уехала с мужем пока. Ну, там за опилками они уехали, им надо. Дети. Дома. Кошка, думаю, где рожает, не рожает. Сейчас родит день под сараем. Вот тут будут пропалывать цветочки. Я говорю, гробниц, говорит, нас строила. Тут как гробница какая-то. И он там тоже. А она говорит это. Это, говорит, специально от мужа. Потому что сколько я не сажаю цветов, он все их скашивает. Чтоб не скашивал. Ой, это что-то завя... Ох ты. Надо вот это. Я вчера вот немножко цветочков пересадила. А на них водой намочить. Что-то они завяли. Прям вчера был влажный ком. А сегодня уже прям сухой. Не знаю, отойдут, не отойдут. Просто я вчера начала эти цветочки пересаживать. Конечно, их надо было не так растить. Ирина просто посадила эту чашку. У них все, вон, даже не знаю, что за цветы. Часть пересадила. Часть еще надо куда-то пересадить. Они мелкие. А я вчера начала, и что-то у меня от жары голова же закружилась. Я говорю, нет. Давай в следующий раз досажаем. Она говорит, вырастут, вырастут, не вырастут, не вырастут. Вот так вот. А еще у нее перески. Я вам показывала. Думали, он у нее сломался в том году. Ну, зимой. Она его не накрыла. Сломался. Думаю, пойдет, не пойдет. Во! Новые листья. Эти отстригли, которые сломались. Все новые пошли. Вон, какие хорошенькие. Так вот. Ну, такой огородик небольшой. С каждым годом, наверное, будет все больше. Больше, как обычно. Так оно и бывает. В том году у нее три грядки или четыре было. В этом году уже больше. Аппетит, говорит, приходит во время еды. Маруське кошки рожать, а она, фу, мышей приносит. Домой принесла, да? Да. И домой принесла. О, Ирина пошла выкидывать. У нас утро следующего дня. И я, как говорила, одна. Сестра с мужем уехали. Уехали во сколько? В полпятого утра, наверное, мы уже сегодня на работу. Вот. Поэтому рано уехали. А я осталась одна. Не знаю, что делать. Скучно поговорить не с кем. Ну, хорошо, хоть Ютуб спасает. Смотрю ваши видосики. Сейчас буду монтировать потом видосики. Вот. Кошка так вчера и не родила. Так что не знаю, где она сейчас. Я ее уже время часов 11. Я ее еще не видела. Она такая, как ее сестра, ее называют Шлендра. Вот Шлендра пришла. Так что Шлендра где-то гуляет. Она уходит беременна. Она вообще дома не появляется. Она приходит только поесть. И, по-моему, обратно уходит. И ночью, и днем вообще не бывает дома. Где-то все шляется с таким пузом. Где-нибудь сейчас родит у соседей. Вот. Я ее еще не видела. Так что буду отдыхать. Наслаждаться одиночеством, как я сказала, два дня. Два с половиной даже, наверное. Такая тишина. Прям ка-а-а-а. Птички только поют. Но это сейчас утром тишина. А так вот сейчас попозже, наверное, опять со всех сторон газонокосилки, молотилки. Вот. Там где-то вот сейчас слышу, мотоцикл едет. Вот. В Москве. В Москве постоянно гул. Там такого нет. Здесь прям уши отдыхают. А у Римки, ну, муж, он любит музыку послушать. И мы эти два дня, у нас только музыка долбила. А теперь тишина. Красота. В Москве я даже, вот, если смотрю какую-то передачу, там, ну, или YouTube, ну, неважно, что-нибудь в компьютере. У меня просто компьютер такой, что у меня на всю громкость, когда делаешь, не слышно. Если вот форточки, балконы открыты, то, что с гулом с этим перемешивается, ничего не слышу. Или надо близко сидеть, или в наушниках. А здесь, мне кажется, даже если тихо включить, все слышно будет. О, Маруська, проголодалась. Где опять была? Ой. С пузом, значит, не родила, да? Давай дождемся твоих хозяев. Через пару денечков, может быть. Ой, морлы. Ой, жарко. Вот, они там шевелятся. Шевелятся котята-то? Видите? Не чувствую. Ладно, сейчас чем-то накормлю. Так, ну что, время уже у нас 4 часа где-то. Дома сидела, монтировала, потому что жарящая была. Сейчас немножко, мне кажется, не так. Может, так же жарко. Сейчас, короче, буду загорать. На пляж я не пошла, мне не интересно. Хотя, я говорю, тут близко. Но, блин, на одной скучно все равно. Я здесь позагораю. Взяла лейку, сейчас себя оболью с ног до головы. Не, ну, гола-то я не буду. Ну, чтобы купальник был мокрый, чтобы не жарко было лежать. И все. Вот у Иринки прикольные стулья. Но на них тоже загорает. Только впереди загораешь, а сзади белое. Это чтобы хоть сзади позагоралось у меня. Все, сейчас позагораю. Пару часиков книжку взяла, семечки взяла. Как будто на пляж пришла. И это... Буду огородик поливать. Может, что-нибудь пропалю еще. И все, я себя обрела мокрой. В лейке вода прям горячая. Она в лейке стояла целый день. Нагрелась прям теплая, как будто под душем помылась. Ну все, мы загоралась. Немножко там доделала видео, сейчас показывала. И иду. Уже 6 часов у нас. Уже не так жарит. Так что можно в огороде поработать. Самый грязный это, наверное, лук. Ой, люблю полоть. И полоть вот эту такую большую траву. Не мелкую вот эту, которая неудобна, а большую. Вот какая здесь прям красота. Так что давайте. О, самолет. Не знаю, вам, наверное, не видно. Тут много самолетов летает. Так. Там еще, наверное, машинка начинала уже. Мало. А тут давайте посмотрим, как было. И сейчас потом посмотрим, как стало. Блин, капец. У меня тут такая колючая. Есть одна трава. Я такой травы сколько раз полу никогда не видела. Что такая колючая была. Даже взяла сейчас матышку. Сейчас буду ей. Не могу, мне даже больно. Вот, если кто видел, вот это вот. У нее как листья, как эти, как кактусы, как иголки. Дошмар, прям больно. Конечно, надо приучаться в перчатках полотно. Я пока, мне непривычно. У меня будет свой огород. Когда я буду часто там ковыряться, я думаю, буду все равно приучаться в перчатках делать. Потому что равно руки портятся, ногти. Ой. Ладно, буду выковыривать как-то. Ну что, оставлять что-то, эту колючку. Я там уже, это, листья вырвала в одном, а корень все равно остался. Кое-как. Более от руки колет. Готово. Вот такую большую траву. Убрала. Ту колючую я, конечно, убрала. Но корни, мне кажется, так и остались. Потому что там они глубоко. Все руки жгут. Все, сейчас буду хорошо понемножку. Сейчас буду поливать огород. Вон, целое ведро травы. Не знаю, куда одевать. Потом Иринка приедет, куда оденет. Не знаю, выступают они. Кстати, какие у них ягоды. Рукла, наверное, грамм сто. Одна ягодка. Надо какой-нибудь слопать покраснее. Ой, вот так вот. Не совсем красная, но ладно. Так. Тут Ирина такую бурматуху еще делает. Ждет, когда завоняет. У меня правильно, наверное, ну. Короче, они газон скосили. Их научили эту траву, которую они скосили, залить водой. И ждать, пока она протухнет. А потом... Потом, короче, удобрять огород. Не знаю, что получится. Так, ну все, буду поливать. Вообще, мне нравится поливать. Ну, не знаю, может быть, это в охоточку. Может быть, если бы мне было каждый день, надо было бы делать. Мне уже не нравилось бы. То же самое, как в Москве убираться и готовить. Я когда-нибудь в гостях, ну, где-то у меня неделю нет, там где-то в деревне, может, две. Я скучаю по дому, все, я приезжаю. Я сразу убираться, готовиться. Таким настроением прям. Мне так хочется все делать, но проходит неделя. И мне это все надоедает. Так, может быть, если бы у меня огород был то же самое, фиг его знать. Так, мне нравится поливать. Особенно мне нравится поливать шланг, конечно. Чтобы лейки не таскать. Особенно, когда жара, прохладненько, хорошо. Так, хотя Иринка сказала, капуста любит холодную воду. Ну, ладно, я из бочки поливаю. Тут я забыла. Это надо шланг протягивать. Короче, не знаю. Там что-то подключать. Я толком не умею. Можно было бы. Так, ну ладно. Вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok